Вражда Ну, это неординарное противостояние. Сегодня в серийное мнение попадает Вражда 2017 года. На данный момент вышли 4 серии из 8, так что всё далее изложенное мнение будет предварительным. Вражду, или Feud в оригинале, запустил наш старый знакомый Райан Мёрфи, ответственный за американские истории ужасов и преступлений. Данный же проект создавал всё тот же канал FX, да и несколько актёров переехали прямиком из истории. Итак, события сериала происходят в 1962 году во время съёмок фильма «Что случилось с Бэби Джейн», во время которых главные актрисы Бет Дэвис и Джоан Кроуфорд устроили войну. Ну, или продолжили её на почве профессиональной вендетты. Под раздачу попадают все – съёмочная группа, родные, сотрудники индустрии. А ведь нужно ещё и фильм закончить. Если судить по первым четырём сериям, то потенциал у сюжета огромный. Постоянно происходит какой-либо, скажем так, кризис, который встряхивает бутылку с историей и создаёт интригу, что же будет дальше. Отношение к персонажам, отношение между персонажами и тон повествования меняется на лету, что делает картину динамичной. Ну, для разговорной драмы как минимум. В один момент это почти комедия с забавными сценами разборок между Бет и Джоан, а в другой – трагическая история о ненужности стариков и ностальгии по былой славе. Это всё могло бы выглядеть так себе, если бы не актёрский состав. Вот главный треугольник – Сьюзан Сэрендон в роли Бет Дэвис, Джессика Лэнг, Джоан Кроуфорд и Альфред Малина в образе режиссёра Роберта Олдрича. Именно на этой троице завязано всё, и именно она – главный плюс сериала. Всё, как и в прошлых работах Мёрфи – актёры и их персонажи правят балом. Все остальные герои работают на главных, что не есть плохо. Также, что ещё очень радует, так это то, что Джоан и Бет дают повод верить в причину вражды, как профессиональной, так и личной. Их мотивы и действия обоснованы, как и ответные реакции друг друга. Если сценаристы смогут сохранить напряжение между героинями и его логичность, то тогда всё прекрасно. Что тут по атмосфере? Она присутствует и задаётся тематикой кинопроизводства. Закулисье, хоть и поверхностно, но неплохо показано. Определённый дух времени есть, но не так, чтобы сильно. Возможно, потом это поправится. Ненавязчиво, но периодически и не прекращаясь возникает тема замены старых людей на молодых и то, как это влияет на первых. От неё, как по расписанию, приходят и отцы, и дети. В общем, заложены основы для нескольких тем, и опять же интересно, как они будут развиты. Визуально сериал похож на стандарт FX, на ту же историю преступлений. Мягкая цветовая гамма и освещение, декорации на уровне, гримы, костюмы тоже. Так что ничего нового или исключительного нет. Просто нормальный современный уровень. А вот начальная заставка стильна и изобретательна. Музыка, играющая во время неё, даёт ощущение пассивной агрессии, что идеально подходит к сюжету. Кроме этого, есть и лицензированные композиции тех лет. Монтаж периодически включает в себя отснятые внутри сериала сцены фильма, что даёт большую вовлечённость в происходящее, и позволяет сильнее поверить в то, что у героев есть за что бороться. Сейчас главное, чтобы составляющие сериала не скатились. Они находятся на достаточном уровне, чтобы получать удовольствие, и им, в принципе, не нужно идти в гору. Главное, удержать ту планку, что была поставлена. Это адресовано, пожалуй, только к сценаристам. При должном уровне сценария, здешние актёры без проблем смогут и дальше радовать зрителя. Ну, по крайней мере, меня точно. Хорошо ещё и то, что история не растянута на несколько сезонов или на пару десятков серий. Восемь как раз достаточно, чтобы не надоесть и раскрыть местные темы. Лично я точно продолжу смотреть.